Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Вот уже две недели не отпускает проблема, много лет подрабатывала маникюрщицей, но потом клиенток становилось все меньше, так как пропало желание развиваться и вкладываться. Где-то месяц назад пригласили работать в студию красоты. Я хозяйка говорила прямо, что инструменты старые, да и для работы в салоне я вряд ли пройду. Но меня убедили, что я ученым подхожу. Я поработала пару недель, после чего хозяйка написала смс, пока не выходи на работу, там идет ремонт, через пару дней тебе напишу. И все, прошло две недели, мне не пишут, не звонят в работу. Я понимаю, что просто я им не подошла. Там другие мастера богато одеты, с дорогими инструментами, и тут пришла я, деревенская тетя. Мне дико обидно, что не поступили честно и не сказали, как есть. Денег они мне не должны, но и обидно, что соврали, чтобы отвязаться от меня. Теперь уверенность себе еще не жесткала, мне страшно устраиваться даже тех служащих. Вдруг я им не понравлюсь, как мне справиться с этой неуверенностью и обидой? Ну, здесь, конечно, два основных момента присутствуют. Первый момент заключается в том, что вы испытываете некоторые сложности. Я бы сказал, с коммуникации, вот, то есть, это первый момент. Вот, то есть, у вас именно вот есть проблема коммуницирования с людьми. То есть, вы в коммуникациях с людьми, ну, ждете всего-то. У вас есть ожидания от людей. А второе, это, конечно, проблематика, проблематика того, что вы не уверены в себе. Вот. Кроме того, вы, как-то, уже скользко, на мой взгляд, говорите о том, что, ну, у вас пропало желание развиваться и вкладываться. Как-то, вот, совсем скользко, вы об этом говорите. При том, что это очень важный аспект. То есть, это действительно очень важный момент, что вы, что вам перестало хотеться вкладываться в вас. Вполне вероятно, речь идет о том, что вы испытываете определенный кризис, вот, но с этим кризисом не особо чего делаете. То есть, это ваш собственный, такой вот, можно сказать, кризис, да, ваш собственный. Кризис может быть профессиональный, может быть, может быть, кризис личностный. Ну, вот, то есть, тут нужно смотреть. Ну, так или иначе, если вас беспокоит то, что вы можете, там, ну, гипотетически кому-то не понравится, то, что вас за это беспокоит, свидетельствует о том, что, как бы, вот, то, что думают о вас, к примеру, другие люди для вас интереснее, чем собственное развитие. И, в общем и целом, это очень важный момент. Потому что, когда человеку интереснее, то, что о нем думают, думают, ээээ, другие люди. А, не, то, куда он идет сам, да? Вот. Это говорит об определенном кризисе. В первую очередь. И вам необходимо, на мой взгляд, в первую очередь, обратить свое внимание именно на на, 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 на почту, вот, свой, свой собственный, эээ, вектор. Движение, да? Свой собственный вектор. Развитие вы как будто бы потеряли. А, может быть, вам никогда изначально не нравилось заниматься тем, чем вы делали, что занимали. Ну, вот. То есть, я повторюсь, проблема берет свое начало из того, что у вас пропало желание развиваться и вкладываться. Ну, вот. как результат клиентов стало меньше. Рекомендуется, конечно, конечно, менять каждые пять лет. Хотя бы внутри профессии. направленность этой профессии, да? То есть, то есть, рекомендуется делать хотя бы вот так. Вот. вот. Но, в целом, как мне видится, вы перестали просто в этом виде для себя интернет. что это означает, скажем так, на таком вот более глубоком уровне. на более глубоком уровне это означает то, что вы переключили свое внимание и свой интерес на что-то другое. то есть, ну, вы как бы стали чувствовать приоритет в чем по-другому. Вопрос заключается только в том, в чем именно. в чем именно для вас заключается приоритет. теперь, вот когда вы потеряли интерес, когда вам перестало нравиться вот то, что ну то, что вы делаете, например, а что появилось тогда. То есть, здесь важно понимать, что вы на что-то переключились. На что-то другое вы переключились. Правда, не совсем понятно на что. Но я думаю, что это можно выяснить. Если с вами поговорить. Да? Вон. Дальше. Следующий важный момент заключается в том, что вам необходимо учиться проживать свои чувства. вот. То есть, что это значит, да? Проживать свои чувства. Проживать свои чувства означает давать им возможность реализовываться. то есть, если вам обидно, то значит так вы чувствуете, значит ну как бы так вы ощущаете вот и такова реальность. ваша вне зависимости от того, оправданы эти чувства или нет. Вне зависимости от того, адекватны они или нет, вы имеете на них право. если вы будете сами себя оспаривать, да? Если вы как бы ну в этом если вы в этом смысле не будете позволять себе их проживать, а если вы будете их вот ну скажем так держать в себе, да? вот то ничего хорошего из этого, конечно, не будет. Совершенно очевидно и совершенно точно. Вот. Поэтому здесь нужно на это тоже очень обращать внимание. Я думаю, что проблема проблема с ну с самооценкой неуверенностью в себе была всегда у вас я так думаю. Вот. Я думаю, что проблема с неуверенностью в себе у вас была всегда и то, что вы подрабатывали и подрабатываете подрабатываете и я надеюсь я надеюсь будете еще подрабатывать если не работать то есть я надеюсь что вы будете все таки работать а не подрабатывать да? я думаю это это у вас тоже не совсем от прямо такой знаете ли хорошей жизни вот то есть на мой взгляд здесь тоже кроется некоторая такая если хотите сложность вот вот только сейчас это сейчас только этой сложности скажем так мы не видим то есть для нас она пока скрыта вот возможно вы никогда к себе скажем так серьезно не относились возможно вы всегда ну для вас вот всегда было было свойственно как-то вот себя ну скажем так обесценивать да? возможно возможно я не знаю вот но сейчас это выглядит пока вот так таким образом сейчас пока это выглядит и естественно это выглядит ну для вас не очень хорошо вот потому что как бы это ну мешает вам следующее важный момент вы ждете от значит ну вот если вы ждете от допустим начальницы своей я так понял вы ждете определенные модели ну определенные модели поведения поведения вот понимаете как бы то что вы этого ждете то что вы ждете определенные модели поведения от нее вообще любое ожидание чего-то от кого-то связано вот в этом смысле с нашей ну с нашими потребностями вообще говоря то есть это связано именно с тем что вот мы хотим но проблематика скорее заключается в том а точнее проблемы проблемы появляются тогда когда мы в общем-то переводим то чего мы хотим да на других людей то есть я чего-то хочу сам мне самому что-то нужно ну например вы вот ну вот в данном случае допустим вы испытываете скажем естественную абсолютно естественную потребность в том чтобы а допустим реализовываться да ну это абсолютно нормальная нормальная потребность вот вы испытываете потребность в том чтобы реализовываться но вместо этого а вместо вот условно говоря а ну скажем так возможности для себя реализовываться и вместо создания для этого соответствующих условий вот вы вместо этого занимаетесь чем вместо этого занимаетесь да вот вы вместо этого ожидаете людей какой-то модели поведения то есть чем больше я как-то вот забиваю чем больше я не обращаю внимания на свои скажем так собственные потребности и желания чем больше больше я обращаю внимание на другие факторы на других людей особенно если другие люди мне вот скажем так важны чем больше я это делаю тем больше мне появляются ожидания вот то есть вас в какой-то момент другие люди ну заменили ну по сути заменили вам саму себя вот вот и по жизни если если по жизни вам движет такая потребность да условно говоря нравится людям если вы испытываете вот эту потребность нравится другим людям то вряд ли эта потребность она появилась только что вот я в этом сильно сомневаюсь я сильно сомневаюсь в том что эта потребность у вас появилась недавно вот то есть как бы скорее всего данная потребность появилась ну она была с вами раньше вот просто вы ее не замечали либо вам было как-то выгодно ее не замечали происходит это из-за вот собственно такого внутреннего обесценивания то есть внутренне вы себя очень сильно обесцениваете ну полчаса вот а можно ли и нужно ли это корректировать да можно но смущает какой момент смущает момент что вы хотите с этим справляться вот то есть очень сильно лично меня допустим смущает то что вы хотите с этим справляться вот а тут вот эм такой есть важный момент да что справляться ничем не надо вот вы как бы ну справляясь справляясь да справляясь пытаешь 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 справиться с определенной проблемой вот вы себе называете только другие только другие проблемы вот Поэтому вот это и смущает то, что вы хотите справляться с чем-либо. С чем-либо справляться не нужно, потому что справиться, условно говоря, на вашем языке, скорее всего, означает именно подавлять. А подавляете вы, на мой взгляд, и так более чем достаточно. Поэтому сейчас нужно не подавлять, сейчас нужно скорее именно просто учиться проживать и заменчать. То, что вот, ну то, что с вами происходит, да, и то, что вы в целом чувствуете, вот, и то, что вы в целом хотите. Этого вам сейчас очень сильно не хватает. На мой взгляд, повторюсь, на мой взгляд, на мой взгляд, по моему мнению. Вот, и соответственно, то, что может, лучшее, что может сделать для вас психолог сейчас, это научить вас хотя бы просто, ну выражать, выражать свои чувства. Выражать свои эмоции, выражать свои потребности. Да, да, вот, и, значит, значит, в целом их признавать хотел, вот. Потому что, ну вот сейчас, на данный момент, есть такое ощущение, вот, что вы это, скажем так, ну по привычке, ну по привычке, вы по привычке это просто, ну просто на это забиваете, забиваете, вот. Совершенно. Очевидно, очевидно, что ничего хорошего из этого не будет. А вот вы, как бы, пишите, что, значит, мне не позвонили там в работу, да, вот. Ну, не позвонили, не позвонили, а почему вы сами не позвонили, вот. Ну, как бы, если вас это волнует, если вы считаете, что вам должны позвонить, вот, то почему вы не позвонили сами? Тогда. Вот. Дальше. Откуда у вас появляется вот это такое чувство, что вам должны, то есть я хочу, чтобы вы увидели это и хотя бы для начала начали бы замечать, что дело не в том, что кто-то, ну, что кто-то, что кто-либо сделал или что кто-либо не сделал. Вот. А дело в другом совсем. Дело в том, что это задевает вас. Но вы привычным образом, привычным образом для себя не обращайте на это внимания. Вот. Так проще. Вы перенаправляете, условно говоря, свою какую-то злость, вот свою какую-то неудовлетворенность, вот вы перенаправляете это на, ну, вот на человека, как бы. Ну и всего хорошего из этого глава по итогу получается. Ничего. Ничего. Абсолютно ничего хорошего. Вот. И на мой взгляд, вот первое, первое, что вам нужно научиться делать и научиться делать по возможности хорошо, это замечать, когда происходит переход, да, от попыток изменить, например, других людей, вот, к себе. Вот. То есть, когда, когда я начинаю пытаться менять других людей. Вот. Когда я к этому, ну, когда я к этому прихожу, условно говоря. Вот это очень важный момент. Сейчас, на данном, ну, на данном этапе, на данном этапе вы этого не замечаете. Вот. Вы центрируетесь только на том, как ведут себя с вами люди, ну, другие люди. Вот. А поскольку они ведут себя, ну, вообще, в принципе, редко, когда они ведут себя так, как мы хотим. Вот. Вот. То естественно, вы находитесь все время в таком вот зависимом, обиженном, жертвенном, эм, получается, э, ну, состоянии. Вот. И, естественно, вы страдаете и, естественно, вы испытываете, э, ну, довольно негативные, э, ну, довольно негативные чувства. Вот. Что, э, э, что, кстати говоря, э, вполне нормально, э, вполне естественно. В этом случае, э, ну, если бы вы, э, еще и это бы не, не чувствовали, вот, если бы вы, еще и этого бы не ощущали, вот, то было бы, ну, наверное, э, э, совсем тогда уже тяжело. Вот. А вы сейчас хотите от этого избавиться. Вот. При этом, при этом, э, важно отметить, э, важный, э, следующий момент, что, э, прослеживается, к большому сожалению, э, просто-таки потальный неинтерес к тому, чем вы занимаетесь. Вот. То есть, вам такое ощущение, что интересно все, все кроме того, чем вы занимаетесь. Вот. То есть, как будто бы вы, вот, любыми, любым способом, да, э, ну, любыми путями, например, э, значит, стараетесь, э, не заниматься и не, э, значит, сталкиваться с тем, чтобы, ну, вот, делать, да, то, что вам хочется. То, что вам нравится, то, что вам интересно. А, я могу предположить, я могу предположить, в данном случае, что речь идет о том, что вы боитесь, ну, боитесь успеха. Вот. Опять же повторюсь, это больше предположение сейчас. То есть, понятно, что я в этом не уверен. И, понятно, что я могу ошибаться. Но обратить на это внимание очень важно сейчас. Потому что это ваша жизнь и потому что на вас это коренным образом влияет. Вот. И влияет, не побоюсь этого сильно, не побоюсь этого слова, э, влияет очень сильно. Вот. Вот. Сейчас вы даже не обратились, вот, к нам, да. Вот. К, э, ну, к психологам за помощью. Вот. Поэтому больше, э, больше внимания необходимо уделять все-таки, э, э, своему направлению. Вот. Больше внимания все-таки стоит уделять, уделять тому, э, куда вы движетесь. Больше внимания стоит уделять тому, чего вы, чего вы хотите. Больше внимания стоит уделять, э, э, своим ценностям, приоритетам и так далее. Вот. И, к, и, конечно же, конечно же, мы, мы можем говорить о том, что, э, работать необходимо. А, э, facha, ну, facha's nothing. Вот. Да, как бы. Потому что она у вас, ну, вот, э, довольно хрупка. Вот. То есть вы не чувствуете себя, там, условно говоря, э, на своем месте. Вот. Ну, в том, что, вот, вот, в том, что делаете, в том, э, чем вы занимаетесь и так далее. Вот. Вы не чувствуете себя на своем месте. Когда, э, 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 человек, э, не чувствует себя на своем месте, он, конечно же, будет испытывать, э, различные негативные ощущения. Вот. И они, эти, вот, негативные ощущения, они будут, э, э, там, так скажем, ну, множиться. Потому что, проблема-то, э, ну, не уходит никуда. Ну, проблема-то, она остается, она не исчезает. Ну, вот, а вы, как бы, ну, не особо горите желанием ее решать. Вот. Э, э, предпочитая, предпочитая просто, вот в этом, ну, в этом смысле, да, э, э, значит, ну, как-то, э, стараться просто справиться, э, э, со, ну, со своими ощущениями. Вот. Э, стараться, э, э, подавлять свои ощущения. А, тем самым, к сожалению, принижая себя. То есть, э, эта история, история про покой, вот, потально, я бы сказал, потально. Абсолютно. Вот. Э, по, 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 ну, на самом деле, на самом деле, это, э, э, тотальное обесценивание, э, себя и, э, своих, вот, э, потребностей, своей ценности. Вот. Вы не чувствуете себя ценной. А, учиться, чувствовать себя ценной, необходимо. Вот. Это очень важно. Чтобы вы, именно, что, учились, чувствовать и замечать. Да? Чтобы вы цена. Чтобы вы важна. Чтобы вы достойны. И так далее. Пока этого не будет, у вас будут трудности. Вот, вот и всё. Э, к сожалению, это так. И, и, как я надеюсь, вы понимаете, да, это не решится справление чем-либо. На этом всё. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи, обращайтесь. Удачи, обращайтесь.